Проблема, объединяющая десятки стран, что зачастую оказывает сильнейшее психологическое давление на человека, толкает к алкоголю, разрушает семьи, топчет самооценку, а порой и доводит до суицида, безработица. И каждый год она растет. Международные организации труда подсчитали, в прошлом году в мире на 5 миллионов безработных стало больше. Сегодня таковых на планете уже 206 миллионов. Но самое страшное, что по прогнозам специалистов, эта цифра будет неумолимо расти еще как минимум 5 лет. А что происходит у нас в стране? По данным Федеральной службы государственной статистики, в России более 4 миллионов безработных. Тем не менее, их количество уменьшается на протяжении последних лет. В Алтайском крае сохраняется та же тенденция уменьшения безработицы. Только за последний год количество безработных сократилось на 2000 человек. Где же сегодня люди ищут работу? Объявления на улицах, в газетах, журналах. Часто обращаются за помощью к друзьям, родственникам и знакомым. Популярно искать работу и через средства массовой информации или интернет. Еще один способ стать трудоустроенным – обратиться в центры занятости. Регулярно в нашем городе проходят ярмарки-вакансии, где можно встретиться с работодателями и с большей вероятностью найти работу. Я сегодня позвоню вам и приглашу на стажировку. У вас на какую дату уточу? Большую популярность сегодня набирает видеособеседование. Его тоже организуют центры занятости населения. Таким образом, можно не выезжая из своего города пообщаться с работодателем из другого населенного пункта по скайпу. Без всяких затрат денег и времени на дорогу работники и работодатель могут заочно познакомиться и задать друг другу все интересующие вопросы. Приезжает человек из другого региона и говорит, вот обещали мне одну зарплату, а приехал совершенно с другой. Допустим, нашел какое-то объявление в какой-то газете и совершенно приехал ни с чем. Конечно же, чтобы этого всего избежать, видеособеседование, это как бы облегчает понимание даже. И человек уже знает, куда едет, зачем он едет. И что оттуда, конечно, привезет. Именно так посредством видеособеседования нашла работу Ольга Климова. В родном селе Тогул вакансии учителя истории не было. Она обратилась за помощью в центр занятости. Ольгу пригласили на видеособеседование. И теперь она работает в Бочкаревской школе. Сменила учителя, вышедшего на пенсию. Так же, как и еще шесть педагогов этой школы. Пока меня сейчас все устраивает. Потому что, что в школе по специальности работаю. И то, что сразу жилье предоставляют. Потому что не в каждом, например, школе, в селах предоставляют все жилье. Новый дом на 8 квартир. Бочкаревский пивзавод построил его за 10 месяцев. Здесь ремонт и мебель. Что называется, заходи и живи. И живут здесь не только учителя. Мы, значит, сегодня заботимся. У нас нет разделения, можно сказать. Отдельно завод, отдельно школа, отдельно детский сад. Все это наше, наше Бочкаревское. Поэтому забота, сегодня мы проявляем заботу одинаково. Что о малых детях, что о больших детях. Одинаково проявляем заботу о специалистах, которые приезжают в наше село. Будь то специалисты производства сельхоз, предприятия, или завода, или детского сада, или школы. Проживает в этом доме гражданка Украины Наталья Ярынкина, новый учитель английского языка. Она приехала вместе с мужем, мамой и двумя детьми. До этого семья успела побывать в нескольких областях России. Но обосноваться решили именно здесь, на Алтае. Мы с мужем приехали сюда, сразу оттуда из Кемеровской области посмотрели. Нам сразу сказали, вот будет ваша квартира, вот такие будут у вас условия. Отвезли нас в школу, показали. И, честно говоря, захватило дух, потому что в нашей ситуации это самое лучшее. Поэтому спасибо огромное. Педагог с 14-летним стажем здесь как нельзя кстати. От нового места работы Наталья в восторге. Говорит, что таких условий труда не было в ее родном городе Донецке. Кабинет обеспечен современной техникой. Есть и ноутбук, и проектор. Первоначальная форма – go. А здесь у нас идет что? Вспомогательный глагол прошедшего времени. Работу Наталья также нашла при помощи центра занятости, где оставила свое резюме. Ждать ответа долго не пришлось. Специалисты быстро с ней связались, обговорили правовые вопросы и вскоре предложили вакансию. В течение месяца с ней разговаривали, говорили о том, какие услуги мы можем ей предоставить. И после того, как она получит вот это свидетельство на временное проживание. Она обратилась к нам как ищущая работу. И мы в этот же день, вакансия была у нас подана. И мы на эту вакансию ее трудоустроили учителем английского языка. Только в Бачкари в этом году переехали 7 педагогов. Жилую площадь в основном сегодня предоставляют работодатели в сельском местности. Так 20 учителям из нашего региона удалось получить не только работу, но и обзавестись служебным жильем. Всего же в этом году уже более 400 педагогов Алтайского края нашли работу через Центр занятости. Не стоит тут сидеть без работы и ждать. Тогда же появится объявление в Центре занятости с предстоящим видеособеседованием. Достаточно зайти на сайт управления по труду и занятости Алтайского края. Это труд22.ру. И там можно в межтерриториальном банке вакансий посмотреть, какие вакансии вообще требуются как на территории Алтайского края, так и за его пределами. И в частности появилась новая рубрика, где предоставляются вакансии с жильем. Помимо учителей в нашем регионе очень востребованы врачи, водители, продавцы-кассиры, повара, сварщики. Сегодня в почете в первую очередь рабочие специальности. А еще квалифицированные и ответственные сотрудники нужны всегда любому работодателю. Хороший работник нужен всегда, в любое время, на любом предприятии. Мы активно ищем, всегда, никогда не отказываем людям. Даже если нет свободных вакансий, мы постоянно работаем в резерв. Поэтому мы не отказываем никому. Любой талант приветствуется. Мы всегда ждем, принимаем на своем предприятии. Сегодня в Межрегиональном банке вакансий Алтайского края более 16 тысяч различных предложений. В Бийске около 3 тысяч на полную занятость или частичную, работа в офисе или на дому. Многие вакансии с предоставлением жилья. Действует также и специальная государственная программа содействия занятости населения Алтайского края. По ней желающим переехать в другой населенный пункт оплачиваются расходы по переезду не только самого работника, но и всей его семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова